Бисмиллахи рахмана рахмана, ассалату вассаламу аля лабина Мухаммаду, аля алихи и сахаби и жамаин. Помилился Всевышний Аллаху, субхану ва Та'але. Мы собрались с вами, аль-Хамбулу, на этой лекции. Истихтар, который называется Истихтар. Спрашивание Всевышнего Аллаха, субхану ва Та'але, о прощении. Месяц Рамадан, сегодня уже, субхану ва Та'але, зашла вторая половина месяца Рамадана. Поэтому одна третья Рамадана прошла, ас-Сулес прошел, одна третья, ас-Сулес уль-Кафир, и одна третья, это много. Поэтому, субхану ва Та'але, как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и салам, из-за признаков судового дня, то, что время будет близко друг по отношению друг к другу, то есть быстро будет время проходить. Поэтому мы с вами это познаем, когда читаем пятницу, намаз, быстро проходит время уже. Следующий джума наступил, Рамадан прошел, следующий Рамадан, хач прошел, следующий хач. Сухур покушали, то есть зашли в пост, прошел пост, этот день прошел. Вот и так все, быстро время пролетает, поэтому это из-за алямат, из-за признаков судного дня, потому что время, оно будет пролетать быстро. И также уже, субхану ваше, первые 10 дней, как будто вчера только Рамадан мы встретили, и я думаю, каждый из вас это чувствует в себе, и уже, субхану ваше, уже первые 10 дней прошло. Но ученые говорят, вторые 10 дней лучше, чем первые 10 дней, и последние 10 дней это лучше, чем первые 10 дней и вторые 10 дней. Поэтому мы сейчас с вами пришли, вот именно в середину. И весь месяц Рамадан, некоторые приводят, афер, некоторые приводят именно цитаты, то, что первые это ирахна, первые 10 дней милость, вторые 10 дней это магфира, это прощение, и последние 10 дней, айтку минаннар, спасение от огня. Но однако этот хадис, он слабый, с точки зрения матина, с точки зрения самого вот этого сказанного посланника Аллаха, как приписывает его пророку Мухаммаду, с точки зрения цепочки, а сенат. Поэтому нельзя сказать, что первые 10 дней милости прошло, сейчас мы вступили в первые 10 дней прощения. И потом, когда они пройдут, сказать, что первые 10 дней прощения прошло, и мы вступили в последние 10 дней, айтку минаннар, спасение от огня. Весь Рамадан, он рахна, весь Рамадан он милость, весь Рамадан он прощение, весь Рамадан, в каждую ночь те люди, которые спаслись от наказания ада. Поэтому, но однако в этот месяц мы должны больше приближаться к Аллаху Субханава Та'ля через благие дела и также через Ат-Тауба, через прощение, через покаяние. Поэтому сегодняшняя наша вот эта вот лекция прощения Всевышнего Аллаха Субханава Та'ля, то есть просьба обращения к Аллаху Субханава Та'ля и спрашивания прощения у Всевышнего Творца. Поэтому называется она по-рабски Аль-Истегфар. За это короткое время мы постараемся напомнить нам вообще, что такое Истегфар, как его правильно просить, какие времена, как пророки просили, просили ли пророки или нет, обязаны ли мы просить у Аллаха прощения или нет. Аль-Ибада, вообще поклонение есть несколько видов. Поклонение есть несколько видов. Есть Аль-Фи'лия, Аль-Каулия, Аль-Калбия, Аль-Ибада Биламваль. То есть есть вид поклонения действиями, деяниями, которые человек совершает. Например, обход вокруг Каабы, своим телом он совершает, земной поклон, поясной поклон, намаз, то есть своим телом то, что он совершает. Есть Аль-Каулия, то, что словом произносит, словом поклоняется Аллаху Субханава Таиле, чтение Кур'ана, чтение адзикаров, зикров, поминания Всевышнего Аллаха Субханава Та'ля. Есть Аль-Калбия, то, что он сердцем делает, поклонение сердцем, как, например, Таваккуль, полагаться на Аллаха, Аль-Хауф, бояться Аллаха, бояться его наказания. Раджа, именно надеяться на прощение Всевышнего Аллаха Субханава Таиле, махабба, любовь, то есть те поклонения, которые человек совершает сердцем. Есть Биламваль, то есть своим имуществом человек совершает поклонения, как выплачивание заката, садака и так далее. Однако сегодня мы с вами поговорим о поклонении, которое через наш язык, через наши слова, произносения. Это самое лучшее поклонение словами перед Всевышним Аллахом Субханава Таиле, это зикру Аллаха Аззава Таиле, поминания Всевышнего Аллаха Субханава Таиле. Пророк Мухаммад Субханава Таиле обратился к сахабам и сказал, не рассказать мне вам о самых лучших действиях ваших и самых возвышенных, чистых перед Всевышним, высокого положения перед Аллахом Субханава Таиле, перед Творцом, перед Создателем, перед Царем, то есть самые лучшие действия. Посланники сказали, да, о посланник Аллаха, расскажи нам, на что сказал пророк Мухаммад Субханава Таиле, поминания Всевышнего Аллаха Субханава Таиле. Поэтому с сегодняшней лекцией мы не будем говорить не будем разговаривать об зикрах, видов, поминания Всевышнего Аллаха Субханава Таиле, как в общем, а именно расскажем об одном разделе поминания Всевышнего Аллаха Субханава Таиле. И это из самых лучших, так скажем, ветвей зикра, именно вот этих вот видов зикра, поминания Аллаха Субханава Таиле, это хуа аль-истихфар. Это истихфар, именно просьба Аллаха Субханава Таиле прощения, обращение к Аллаху Субханава Таиле с просьбой, чтобы Аллах простил нас. Кому сказал Всевышний Аллах Субханава Таиле, просите у Аллаха прощения, поистине Аллах прощающий, милосердный. И также Всевышний Аллах Субханава Таиле приказал посланнику Аллаха Субханава Таиле, дабы он просил истихфар за свою общину, за свою умму. Как сказал Всевышний Аллах Субханава Таиле в сурате Аль-Имран, «Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум, валов кунта фадзан глидзан калбилан фадзу мин хаулик, фаафу аннухум вастагфиру лахум вашавирухум фил амр». «Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум». Обращение к посланнику Аллаха Субханава Таиле, только по милости Аллаха Субханава Таиле, твое сердце было мягким по отношению к ним. «Я, Мухаммад, ты был мягик по отношению к урайшитам, которые с тобой воевали, с тобой выходили против тебя, объявили тебе войну, но твое сердце было по отношению к ним мягким». Всевышний Аллах Субханава Таиле здесь показывает, какой бы мог быть, то есть мы видим итог, сердце посланника Аллаха Субханава Таиле было мягким. И сколько людей принял Ислам, сколько людей пришли в религию Аллаха Субханава Таиле. Заходили в религию Аллаха Субханава Таиле толпами до сегодняшнего дня. А если бы не было мягким сердце посланника Аллаха Субханава Таиле, что бы могло произойти, Всевышний говорит, «Если бы твое было бы сердце жестким, ты был бы озлобленным, они бы все отвернулись бы от тебя, не пошли бы за тобой». «Прости их, прости за них прощение и советуйте с ним». То есть, когда если какое-то есть между вами, что-то, какое-то нужно принять решение, то сделайте щура, делайте, щура именно, советуйтесь. Также сказал Всевышний Аллах Субханава Таиле, в этом аяте, что Аллах Субханава Таиле сказал, «Прости за них прощение». Так же, если бы что Аллах Субханава Таиле сказал, «О, пророк!» Всевышний Аллах Субханава обращение к пророку, «Я июханнаби, о пророк!» То есть, в Куране есть несколько видов обращения. Обращение ко всеми людям, «Я июханнас», обращение к верующим, «Я июханнадзина аману», Обращение к Бану Исраилу, «Я июханнаби, о пророке, о пророке, о пророке, о пророке». То есть, что именно здесь, обращение есть несколько видов. Есть обращение к неверующим, «Я июханнадзина кафара», «Ла таатадзиру minha'ам», «А здесь Аллах Субханава обращается к пророку, «Я июханнаби, о пророк!» Если пришли к тебе верующие женщины, при этом дают тебе присягу, то что они не будут предавать Всевышнему Аллаху Субхану Ва Та'але сотоварищей, не будут воровать, не будут прелюбодействовать, не будут убивать своих детей, делать аборты, И не будут клеветать, приписывая там чужих детей своим мужьям, и не будут тебя ослушиваться, поэтому тогда То есть они тебе пришли с присягой, вот эти условия, эти грехи они не будут совершать, То есть Всевышнему Аллаху Субхану Ва Та'але в этих аятах приказал посланнику Аллаха Субхану Ва Та'але просить прощения за остальных, за верующих. Так же Всевышнему Аллаху Субхану Ва Та'але всем пророкам, всем пророкам Всевышнему Аллаху Субхану Ва Та'але приказал просить прощения. Амар Аннабиена, саллаллаху алейхиссалям, приказал нашему пророку, саллаллаху алейхиссалям, просить прощения за себя, как сказал Всевышнему Аллаху Субхану Ва Та'але. Проявляй терпение Поистине обещано Аллахом для тебя Обещано Аллахом И проси прощение за свой грех Так же сказал Всевышний Аллах Знай то что нету Иного большинства Достоинного поклонения кроме Аллаха И проси прощение за свой грех То есть обращение к посланнику Аллаха Возьмем Дауда Пророка Дауда Всевышний Аллах В Коране В Коране описал Как Дауд Просил у Аллаха прощение И как он обращался к Аллаху Всевышний Аллах Сказал в Коране Объяснил То что многие партнеры Обманывают друг друга То есть в торговле Когда бывает Партнеры Часто встречается То что они обманывают Друг друга Исключением лишь Являются те Которые уверовали И делают благие дела И Севышний говорит И мало таковых Мало таких И Дауд А.С. подумал То что мы его испытываем Говорит Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля И попросил у Аллаха У своего Господа Прощение И пал ниц Сделал поклон Раскаялся И сделал земной поклон То есть здесь Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля Именно вот это То что Дауд А.С. Попросил у Аллаха Субхану Ва Та'Аля Прощение Он тоже делал Истегфар Просил Молил Аллаху Субхану Ва Та'Аля Прощение Касательно первого посланника Нуха Нуха А.С. Всевышний сказал Субхану Ва Та'Аля Муха А.С. сказал О мой Господь Поистине я прибегаю тебе Спрашивать то В чем у меня нету знания Когда он попросил Аллаха Субхану Ва Та'Аля Прощение за своего сына Который ослушался Аллаха На что Всевышний сказал То есть что поистине Он не твой сын Он не с твоей семьи То есть он ослушался Сделал плохие дела Недостойные дела То есть ослушался Аллах Ослушался тебя Поэтому после этого Как понял Нуха А.С. Попросил Аллаха Прощение И сказал Я прибегаю к тебе Аллах Субхану Ва Та'Аля Спрашивать о том В чем у меня нету знания Но если ты меня не простишь Я Аллах Не проявишь ко мне свою милость То я потеряю все Буду из тех Кто потерпел Убыток Ибрахима А.С. Касательно Пророка Ибрахима Всевышний Субхану Ва Та'Аля Сказал Приводит Дуа Ибрахима Ибрахима А.С. Ибрахима А.С. Сказал О мой Господь Прости мне И моим родителям И всем верующим В день расчета В день суда То есть Ибрахима А.С. Просил За своего отца Азара Прощение Но когда Аллах Ему запретил Он оставил Когда Разъяснено было Ибрахима А.С. То что его отец Он враг Аллаха Потому что Поклонялся идолам И продавал их Он оставил За него просить прощения Но однако Он просил прощения За себя И до этого До того как Аллах Ему запретил За своих родителей И за верующих И за верующих Просил прощения Ибрахима А.С. Касательно Адама А.С. Первого человека Наши с вами отца Всевышнего Субхану Ва Та'Аля После того как они Съели заплодный плод В раю В Джаннате Они что сказали Со своей супругой Хавва С нашей мамой О наш Господь Мы сами себе навредили Если ты нас не простишь Не проявишь По отношению к нам Свою милость То мы будем Из тех Кто потерпел убыток Сулеймана А.С. То есть Пророк Сулейман О мой Господь Прости мне И дай мне власть Которую он больше Никому не будет присущ То есть Мне такую власть О мой Господь После меня больше Чтобы никто Такую власть Не получил Даруй мне это Поистине Ты дарующий То есть Сулейман А.С. Просил Рабби Прости меня О мой Господь Поэтому сказал Посланник Аллаха В реваяте Который Приводится В Бухаре Поистине Я прошу Прощения В день Больше Семидесяти раз А в реваяте От Муслима Приводится Больше Ста раз Прошу Прощения В Аллаху То есть Что это Имеется ввиду То есть В течение дня Целый день Слышишь Как пророк Мухаммад Салаллаху А.С. Говорил Астагфираллах Сахабы Слышишь Астагфираллах 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 Хатта Кали Абдуллах Ибн Умар Кама Абдуллах Абдуллах О нем Сказал Абдуллах Ибн Умар Как приводится В источниках В хадисе Который Передан Абдуллах Абдуллах То есть Приводится То что Посланник Аллаха Салаллах Абдуллах Ибн Умара Приводится То что Он В день Мы ему Насчитывали Говорили Сахабы Более сто раз Он говорил То есть Всем пророкам Умеру Также все Пророки Приказывали Повелевали Своим народом Просить Прощение У Аллаха Говорил И я сказал Своему народу Просите У Аллаха Прощение У своего Господа Прощение Поистине Он Прощающий Сказал Своему народу Просите У Аллаха Прощение У своего Господа И Кайтесь Ему Салих Алейхиссалам Сказал Своему народу Сказал Салих Алейхиссалам Обратился К своему народу И сказал Поистине Всевышний Аллах Субхану Вася Сотворил Из земли И предоставил Вам возможность То есть Проживать На этой земле Просите У него Прощение И кайтесь Ему Шуайб Алейхиссалам Обращаясь К своему народу Сказал Просите Прощения У своего Господа И Кайтесь Ему Поистине Мой Господь Милосерден И полон Любви То есть Уважаемые Братья и сестры Мусульмане Братья и сестры Если Такое положение Пророков И то Что Аллах Пророком Велел Просить Прощения И обращаться К своим народам Дабы они Просили У Аллаха Прощения Это те Люди Максумин Ани Ахта Которым Не совершали Грехов Которым Были Прощены Грехи Как Аллах В Коране Говорит Всевышний Аллах Я Мухаммад Просил Все Что Было Из Грехов И Все Что Будет И Им Аллах Велит Просить Прощения Что Уже Говорит О Нас Другой Пришел И Сказал Я Женился Но Аллах Не Дает Нам Детей Просил Аллаха Прощения Пришел К нему Третий Сказал У Меня Есть Сад Но Однако Засухи То есть Нету Дождей Нету Воды Что Мне Делать Хасан Бас Сказал Проси Больше В Аллах Прощения И Потом Некоторые Ученики Спросили Его Я Абу Саид Это Кунья Так Звали Хасана Аль Басри Его Звали Абу Саид Я Абу Саид Абу Саид Эти Люди Пришли С Разными Вопросами А ты Всем Ответил Одним Ответом Простите В Аллах Прощения На что Он Сказал Да Ничто Вы не слышали Не слышали Где Всевышний Аллах Субханава Сказал В Коране И сказал Просите У Аллаха Прощения У своего Господа Поистине Он Прощающий То есть Если будете У Аллаха Просить Он Прощающий Просите Прощения Что После Этого Что Будет Какой Результат Он Даст Вам Обильные Дожди Раз И Даст Вам Много Имуществ Богат И Много Детей Не Просто А Юмдит Даже Правильно Таджуди Из Мед Именно Прощашка Даст Вам Детей Вашим Детям Детей Богатства Не только Вам Вашим Детям Вашим Дюрре Вашим Потомству То есть Много Даст Детей Даст Вам Много Богатства Это Два Следующее И Даст Вам Сады И Даст Вам Ангар Реки Которыми Вы Будете Поливать Ваши Сады То есть Смотрите Плод Истихвара То что Человек Просит Прощения Кается Аллах Просит У него Прощения Его грехи Иншаллах Стираются Но И В этой Жизни Что Аллах Субхану Даст Вам Обильные Дожди Даст Вам Богатства И Мучат Даст Вам Детей И Даст Вам Сады И Реки Которые Вы Будете Поливать Ваши Сады Это Плод Плод Истихвара В этой Жизни Перед тем Как раб Аллах Увидит Судный День Перед тем Как он Увидит Судный День Валь Ахрат Ухайру Абгка А вечность Лучшая И вечная Поэтому В моей жизни Тоже Один брат Когда я учился В Саудии Приехал И Семь лет Как женился И Не было у них Детей По каким Только Больницам Не ездили Куда Только Не обращались Приехали Они В Риад Я тогда В Риаде Жил И мы Вместе Поехали В Мекку Я ему Сказал Попросил Аллаха Прощение Искренне Не только На языке Чтоб Из сердца Это Выходило И то Что у тебя Из сердца Выходит На язык То есть Искренне Просил Я видел Как за ним Наблюдал Как у него Слезы Когда он Вернулся В Москву У него Двойна Родилась Потом Еще Дети Начали Рождаться Один За другим То есть Именно Будь Искренне Прости Искренне Истегфар Прощение И Аллах Субхану Тебе Простит Тебе Простит Грехи И даст Тебе Плоды В этой Жизни Поэтому Те люди Ответ Тем людям Хочешь Богатство Хочешь Имущество Хорошую Работу Просил Аллаха Прощение Истегфар Хочешь Баракат Просил Истегфар Хочешь Детей Проси Истегфар Это уже Прознание Это многие Люди Которые Просили Аллах Субхану Много Истегфара Прощения Аллах Субхану Тебе Дает Там Давал Им Детей Поэтому Также Истегфар Перед тем Как мы Увидим Плоды Его В судный День Мы уже В этой Жизни Увидим С вами Также Всевышний Аллах Субхану Приказывает Нам просить прощения За тех Кто был до нас За сахабов За поколение Которое было После послания Аллах За даби'инов За праведников Как сказал Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля В Коране И те Кто пришли После них То есть Имеется ввиду Мы с вами Они говорят То есть Мы с вами О наш Господь Прости нам И наших Братьев Которые Опередили Нас В вере То есть Сахаба И таби'ин И не делай Злобы И не делай Злобу В наших Сердцах По отношению Верующим Вот это Дуа Из-за Верующей Такой должен Просить Всевышний Аллах Субхану Приказывает Повелевает Нам Сейчас Давайте Говорим То есть Время Когда нужно Просить Аллах Субхану Прощения Потому что Аллах В Коране Говорит Аллах Создает Все Что Пожелает И Он Выбирает То есть Одно Время Лучше Для Какого-то Действия Чем Другое Например Пятница Этот день В этот день Лучше Больше Делать Салават И в пятницу Лучше Больше Делать Салават Чем Читать Куран Например Как Сказал Порок Мухаммад Это пятница В этот день Больше Делайте Салават За меня Сказал Пророк Мухаммад Салават День Араф В этот день Лучше Делать Дуа Поэтому Ночью Читать Лучше Куран Побольше То есть Есть Мавада Есть Времена Также Для Дуа Когда Аллах Принимает Именно Времена Для Истегфара Когда Первое После того Как Человек Взял Омовение То есть Мы сейчас С вами Быстро Пробежимся Именно Времена Напомним Когда Лучше Делать Истегфар Времена Когда Лучше Просить Аллах Прощение После Вуду Как Взял Омовение Как Сказал Пророк Мухаммад Салават Посланник Аллах Сказал То Кто Взял Омовение После Этого Сказал Субхан Аллах Ты Причист Хвала Принуждит Тебе Я Свидетельствую Что Нет Бога Достойного Поклонения Помимо Тебя Прошу Тебя Прощения Это Запишется Ему Запишется Ему Именно На Листе Эти Слова И После Этого Будет Распечатано Будет Зафиксировано У Всевышнего Аллаха Запишется Зафиксируется На листе После Этого Поднимется К Аллаху Субхан Эти слова И не Затеряется До Судного Дня Субхан Аллах Возьмешь Омовение Попрошу Аллаху Прощение Оно Будет Зафиксировано И Сухар Сухар Дня Сказал Посланник Аллаху Субхан Второе Во время Молитвы В Хадис Абибакр Кали Я Расул Аллах Аллим Дуан Адру Бхи Господь Я Аллах Поистине Я Сам Себя Много Навредил Сам Себя Притеснил Очень Много И Никто Не Прощает Грехи Кроме Как Ты Поистине Ты Прощающий Милосердный Как Привозит Этот Хадис Имам Бухари То есть В земном Поклоне О Мой Господь Поистине Я Сам Очень Много Притеснил Себя Сделал Себя Зульм Через Грехи Через Заслушание Никто Не Прощает Грехи Кроме Как Ты Только Ты Можешь Простить Никто Больше Прости Меня Прощением От Тебя Прояви Ко Мне Свою Милость Иннак Антал Гафур Рахим Поистине Ты Прощающий Милосердный В земных Поклонах В поясном Поклоне В земном Канар Расул Салаллаху Алейхи Масалам Якуль Посланник Аллаху Салаллаху Алейхи Салаллаху Говорил Субханак Аллахум Раббана Вабихамдик Аллахум Магфирли Как Привозит Сатхи Сахи Бухари Муслем Посланник Аллаху Салаллаху Алейхи В поясном И земном Поклоне Говорил Субханак Аллахум Раббана Субханак Аллахум Раббина Обихамдик Аллахум Магфирли О мой Господь Ты Причист От всего Ты Наш Господь Благодарим Мы Тебя О Господь Мой Я Аллах Прости Меня Вот эти Афкары Вот эти Дуа Говорил Посланник Аллаху Саллаху Намаз Даем Салям Первый Что говорим Три раза Мы говорим Астагфур Три раза Повторяем Сразу же После того Как совершил Намаз Следующее После того Как Паломники Из Арафата Направляются В долину Муздалифа Как Всевышний Аллах Субхану Сказал После этого Всевышний Аллах Субхану Сказал После Арафата Потом Направляйтесь Туда Куда Направляются Люди То есть В сторону Муздалифа И простите Аллаха Прощение Поистине Аллах Прощающий Милосердный Посмотрите Братья и сестры Только на Арафате Целый день Он делал То Что просил У Аллаха Покаяние То Что просил У Аллаха Прощение Целый день На Арафате Просил У Аллаха Прощение Истегфар Но после этого Всевышний Аллах Субхану Сказал Как Сядет солнце Закончится День Арафата Девятый День Месяца Зульхиджа И вы Направляете В сторону Муздалифа Просите У Аллаха Прощение То есть Только что Ты просил Опять проси У Аллаха Субхану Прощение То есть То есть Много Времен Когда можно Просить У Аллаха Субхану Прощение Особенно Хаса Запомните Особенно После того Как человек Совершил грех Когда он почувствовал То что он совершил грех После этого Пусть просит У Аллаха Субхану Прощение Сделал Какой-то Харам Дел Харам Какой-то Грех Не вовремя Прочитал Молитву После этого После этого Нужно Обязательно Делать Прощение Просить У Аллаха Прощение Покаяться Осознать Грех И делать У Аллаха Субхану Прощение Как Всевышний Аллах Субхану Сказал Описывая Верующий Всевышний Говорит Если те люди Которые сделали Какое-то Фахище Какое-то Омерзительное Поступок Грех Или Притеснили Сами Себя В этот момент Они Поминают Аллаха Человек Совершил Грех Ему Противно Стало Он Понял Что Он Не Прав Тут же Поминает Аллах Тут же Поминает Всевышнего Аллаха Субхану И Попросили У Аллаха Прощение За свои Грехи То есть Ты Совершил Какой-то Человек Совершил Какой-то Грех Осознал Что это Грех Вспомнил Об Аллахе После того Как вспомнил Об Аллахе Попросили Прощение За эти Грехи Всевышний Говорит А кто Может Простить Грехи Кроме Как Если Не Аллах А кто Прощает Грехи Если Не Аллах Кто Всевышний Аллах Задает Вопрос На Который Мы знаем Ответ Только Аллах И Также Аллах Субхану Описывает Эту Категорию Людей И Они Не Упорствуют В том Что Они Делают То есть В своих Грехах И Они Знают Осознают Знают То есть Что И Упорствуют Ученые Сказали То Кто Просит У Аллаха Прощения За Грехи Он Не Должен Быть Упрямым На Пути Греха То Кто Просит У Аллаха Прощения За Грех Этот Человек Не Должен Быть Упрямым Упорствующим На Пути Греха Кто Кто Такой Упрямый Упорствующий На Пути Греха Это Тот Который Совершает Грехи Не Просит У Аллаха Прощения Ежедневно Грешит 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 Говорит Аллах Прощающий Опять Делают Грех Аллах Прощающий Милосерный Но Забываем То Что Аллах Шадиду Ла То Что Аллах Есть Так же Сильное Наказание Аллах В Коране Говорит Знаете Поймите То Что Аллах Прощающий Милосердник И так же Знаете То Что У Аллаха Сильное Болезненное Наказание Говорит Севышний Аллах Поэтому Иншалла Тот Который Совершил Грех И После этого Просил Аллах Прощения Аллах Примет Его Тауба Примет Его Покаяние Иншалла Но Если Человек Совершает Грех И Не Стесняется Аллах И Не Задумывается Об Этому Даже То Что Он Совершил Грех И Нет У Ни Это Намеренно Попросить Прощения Аллах Лучше Знает Но Это Человек Уничтожению Ближе Уничтожению Ближе Поэтому Когда Совершил Грех Скажи Рабби Ахтад О мой Господь Я Ошибся Я Тебя Слушался Я Осознаю Что Это Грех Прости Меня Прости Меня О мой Господь Однако Должен Быть Садык Должен Быть Искренным С Аллахом Правдивым С Аллахом Не Так То Что Проси Прощение И Пошел Дальше Нет Садык Правдивым Искренным Со Всевышним Аллахом Тогда Аллах Примет Прощение Тогда Аллах Примет Покаяние И воздаст И в этой жизни Из богатства Из детей Из барака Это благодать И так же Судный день Простит тебе Грехи Простит нам С вами Наши грехи Братья и сестры Поэтому Такой совет Хороший Каждый день Эта тема Эта лекция Она Только половину Ее разъяснили Дальше Еще будут Примеры И так далее Но сегодня Мы с вами Не успеем Следующая Так назовем Обращение К Аллаху С прощением Истагфар Первая часть Я думаю В пятницу Будет вторая часть Этой лекции Такой совет Который дают Ученые То есть каждый день И на этом Закончим эфир Каждый день Человек Грешит Мы с вами Не совершаем Больших грехов Большие грехи Это распивание Алкоголя Оставление Намазов Зина Прелюбодействие То есть Альхамду Кабаир Мы отдаляемся Но Малые грехи Хочет Человек не хочет Он все равно Совершает Что-то он сделал Какой-то малый грех Как сказал Пророк Мухаммад Каждый человек Грешен Нету безгрешных Все Безгрешны были Ма'сумины Это Аль-Ахта Ма'сумуны Аль-Ахта Это Анбия Вальмурсалин Пророки Посланники Ангелы Безгрешны Но однако Человек грешен Сказал Каждый Человек Грешен Лучший Из этих Грешников Это Те Кто Просит Аллах Субхан Покаяние Поэтому Если Человек Совершил Грех Он должен Тут же Возвращаться К покаянию Просить Аллах Субхан Прощение И делать Благие Дела Стирают Благие Дела По мере Возможности Дать Садака Нуждающимся Потому что Садака Именно Садака Милостяна Она Тушит Гнев Аллаха Субхан И Самое Главное Это Что Когда Ложишься Спать Не Намеривайся В сердце Завтра Грешить Если Ты Проснулся Вышел На улицу И Совершил Какой-то Такой-то Грех Тогда Аллах Просишь Прощения Но Однако Ложиться Спать И Сният Завтра Такое-то Такое-то Дело Сделал Оно Греховное В основе Ни в коем случае Этого Не Делай Потому что Не Знаешь Не Знаешь Когда Аллах Заберет Твою Жизнь Когда Аллах Заберет Твою Душу И Здесь Именно Если Человек Не Намеривается Не Ложиться Спать И Ля Юбайет То есть Именно Не Так Скажем Не Ложиться Спать С Намерением Грешить Завтра Или Не Встречает Рассвет С Намерением Вечером Грешить То Здесь Проявляется Сыдк Здесь Проявляется Искренность Раба Перед Своим Создателем Потому что Он Не Изначально Запланирован Грешить А так Получилось Что Он В течение Дня Согрешил И При этом Попросил Аллаху Субхану Прощение Прошу Всевышний Аллах Чтобы Принял От нас И От вас Благие Дела Принял Наши С вами Покаяние Прощение Иншаллах Чтобы Мы Были Из Тех Которых Всевышний Аллах Субхану Проявил Свою Милость Простил Им Грехи Настал На Прямой Путь Ваджизак Махайр Салаллаху Аля Набина Мухаммад Валя Алихи Сахабих Джумаин Иншалла До Скорых Саламу Аликум Рахматуллах Рахматуллах Рахматуллах